Добрый вечер, это спецпровер «Пограничная зона». Меня зовут Егор Курупцев. Итак, сегодня Владимир Путин, президент Российской Федерации, признал так называемые ЛНР, ДНР, Луганскую, Донецкую, так называемые Народные Республики, независимыми. Ну, что тут можно сказать? Во-первых, сейчас очень многие, посмотрев его абсолютно безумное выступление, говорят, что Путин сошел с ума, что он неадекватен и так далее. Он абсолютно адекватен. Путин – мразь, Путину наплевать на жизни людей, и Путину абсолютно наплевать, как живут его собственные граждане-россияне, так почему мы вообще можем подумать, что ему интересны жизни украинцев, грузин, азербайджанцев, армян, казахов и кого-либо еще. Тем более, уже не говоря о каком-то Западе, но до Запада, вы понимаете, он сидит и обращается все время к Западу, хотя единственное, что он может сделать, и что он делает очень успешно, это шантажировать Запад убийством своих соседей. Ну, то есть Западу, в общем и целом, не должно быть никакого дела, кого там убивает Путин, но поскольку они просто любят права человека, людей, им не хочется, чтобы больной человек в 2022 году убивал украинцев или грузин, или кого-либо еще. Так вот, именно этим Путин шантажирует Соединенные Штаты, Евросоюз, Альянс НАТО и так далее. Это убийством своих соседей, убийством людей в странах, которым не повезло находиться территориально, граничить с Российской Федерацией. Да, вот это то, чем Путин шантажирует западное сообщество. Я очень прошу всех, во-первых, ставить лайки, во-вторых, даже в-первых, делиться этим видео максимально, чтобы оно дошло не только до людей в нашем регионе, на Южном Кавказе, но чтобы оно дошло для россиян, граждан Российской Федерации, которые смотрят выступления Путина, как он рассказывает про Ленина, как там в Советском Союзе, что Сталин делал, свою собственную историю какую-то рассказывает всего человечества, которое ему написали его политтехнологи. Он не больной, он не сумасшедший. Всю эту историю ему пишут очень умные его специалисты. Конечно же, это все рассчитано на внутреннюю аудиторию в России, которая должна это слушать, наматывать себе на уши и думать, вот, как ужасно там в Украинах, Грузиях и так далее, где Запад, где люди хотят западное развитие. Потому что вот у них там бардак, Запад всеми управляет, все марионетки, все куклы, никакой демократии, ничего нет. Хотя на самом... А, эти НКО, некоммерческие организации ужасные, которые там, значит, плодятся на западные деньги, это все он говорит, чтобы оправдывать то, что все НКО в России он уничтожил. Всю оппозицию он посажал по тюрьмам или выгнал из страны. И все сейчас как раз в Грузиях, в Украинах, на Западе, оппозиционеры в гораздо лучших условиях, на свободе, в свободных странах, где можно что угодно делать, по закону, значит, тебя никто не преследует за позицию, за посты в Фейсбуках, в Твиттерах и так далее. Все это он рассказывает для граждан России. И поэтому я вот прошу всех, кто посмотрит это видео, выкладывать его у себя в Фейсбуках, в Твиттерах, во всех каналах, где можете, чтобы россияне это смотрели. Уважаемые, любимые россияне. Ну, во-первых, я тоже россиянин, напомню тем, кто не в курсе. Да, приехал из Москвы в Грузию 10 лет назад, потому что уже тогда не мог нормально жить в этой стране, в нашей стране. И, собственно, Владимир Владимирович Путин существует у вас и у нас уже 22 года, 23 почти, да. Вы понимаете, что выросли поколения, которые ничего другого не знают. Это нормально? Вы понимаете, что мы, владельцы российских паспортов, рожденные в Российской Федерации, виноваты в том, что в 2022 году, когда там все спутники запускают космосы, там не спутники, а какие-то машины там в космос, еще что-то, значит, мы отвечаем за то, что президент Российской Федерации больная, но расчетливая мразь, меркантильная, которая делает все, что угодно, жертвуя любыми жизнями и судьбами, ради того, чтобы удерживать свой режим, своих олигархов, которые разворовали нашу страну, наши бюджеты, наши налоги, значит, на взятках, не только налоги, на всем чем угодно. Живут на своих яхтах, на Западе, кстати, на своих виллах, на Западе, кстати, загнивающем, как они там говорят. Путешествуют по всему миру на частных самолетах на наши деньги. Так вот, мы виноваты, что в 2022 году эта мразь сидит в Кремле и угрожает всему миру убийством соседей. Украинцев, грузин и кого-то еще. В Казахстан, вон теперь, войска мы вводим. Поставили миротворцев в Карабах на всякий случай, чтобы, если что, их тоже использовать, как в Грузии в 2008 году, когда оккупировали грузинские территории. Что-то не понравилось, вот давайте, миротворцы будут оккупаться и заниматься. Поэтому вот это все надо очень четко понимать. Но в первую очередь, это должны понимать не соседи, хотя им тоже это важно, надо готовиться, надо себя защищать, перестать вот эти игры и думать, что Путин на кого-то может не напасть. Напасть, если мы там не захотим в НАТО или в Евросоюз. Нет, это все не работает. Казахстан уже вам все это доказал. Он готов убивать и воевать с кем угодно, если это как-нибудь в его голове помогает его выживанию его режима и режима его вот этой вот окружения, которое ворует баснословные миллиарды долларов там ежегодно. Да, поэтому, конечно, странам, соседям надо готовиться друг друга защищать, объединяться, понимать, что 102-я база это огромная угроза безопасности. В любой момент она просто оккупирует страну. Понимать, что миротворцы в Карабахе, ну, я думаю, что это все прекрасно понимают, миротворцы в Карабахе это огромная угроза безопасности. Понимать, что мы должны все быть вместе. Еще раз спасибо большое президенту Азербайджана, господину Алиеву, который единственный из Южного Кавказа, поехал в Киев и выразил полную поддержку украинскому народу и президенту Украины и сказал, что готов сотрудничать во всех областях. Президенту Эрдогану тоже, да, который не просто поехал чуть-чуть позже, но и сотрудничает с Украиной в обеспечении ее безопасности, потому что все понимают теперь, что Путин несет прямую угрозу безопасности всех нас. Так вот, это должны все понять. Армения, я знаю, уже тоже все это прекрасно понимает давно и сейчас очень важные идут процессы. Надеюсь, что какие-то получится сделать шаги в сторону укрепления, так сказать, мира в регионе, сотрудничества с другими странами, чтобы Армения, бедная, могла выйти из-под ига Кремля, спастись из-под него и тоже начать там развиваться и тогда мы все сможем выстраивать какие-то большие союзы, региональные, с помощью там Запада, Турции, не знаю кого, в противовес абсолютно вот этому человеку, которому плевать на всех нас, он готов на всех поубивать, лишь бы он дальше сидел и воровал. Но россияне, в первую очередь, еще раз повторю, мы за это отвечаем. Вы, кто сидите у экранов телевизоров и слушаете своего вот этого президента, должны понимать, что это не сильная Россия. Россия во всем мире, даже в маленьких странах вокруг, меньше которые, чем Россия, выглядят как абсолютно какие-то больные дегенераты, да, отвратительные. Ну, потому что раз такое правительство, да, я-то знаю хорошо, что в России очень много нормальных, хороших, честных, да, большинство честных людей, которые хотят нормально жить и ненавидят этого Путина и всю его эту банду, шайку, да, но не видят, как ее скинуть. Надо находить, как ее скинуть, потому что вы понимаете, что творится, да, вся планета сидит и ждет с замиранием, этот карлик, больной, непредсказуемый дегенерат, нападет там на соседей или нет. Поедут к нам еще, значит, тысячи, миллионы беженцев, или сейчас украинцам придется, значит, убивать россиян в большом количестве, чтобы защищать свою территорию. Но по новостям, вот в результате пока что он просто, значит, он признал независимость ЛНР, ДНР. Вопрос, в каких территориях, в каких границах, тут есть несколько вариантов, он может признать целиком весь регион, что означает, что не только те территории, которые уже заняты и оккупированы, что означает, что, ну, либо война за остальную территорию, либо постоянная угроза войны за остальную территорию, ползучая аннексия, как это есть в Грузии, уже 14 лет. В 2008 году они тоже оккупировали грузинские территории, как бы в рамках бывшей Юго-Осетинской автономной области, но не стали сразу ставить никакие заборы по этой так называемой границе, линии оккупации, а 14 лет продвигаются по ней, там потихоньку давя на Грузию, когда им надо, в любой момент. Также они могут в Украине сейчас признать независимыми полностью регион, но не выходить войной на Украину, не оккупировать целиком эту часть с тысячами трупов российских солдат, значит, потому что украинцы-то будут стоять до последнего, и там будет очень серьезная оборона и защита своей земли. Украина ни на кого не нападала, все эти четыре дня, когда российская пропаганда, Путин, Шмутин, все врут о том, что идет какая-то агрессия, никаких выстрелов со стороны украинских ВСУ не было, никаких вообще, все провокации делал сам Кремль. Для граждан России отправьте, пожалуйста, чтобы они это понимали четко. Все провокации делал сам Кремль, чтобы подвести к этому моменту. Все эти месяцы шла очень крутая кампания Запада, которая каждый день говорил, что Путин нападет. Почему? Потому что Путин в очередной раз подвел свои сто тысяч войск к границам Украины, чтобы шантажировать Запад, какие-то ультиматумы давать, еще что-то. Не первый раз, это уже было в апреле, да? Тогда он выклянчивал встречу с Байденом. Ну хорошо, встретились, поговорили. Сейчас он выклянчивал новые себе какие-то гарантии. Запад просто подумал, посмотрел, а что делать? Он будет так делать каждый раз. Давайте примем эту игру и будем действительно говорить, что вот он сейчас немедленно нападет, начнется война. И он это все время говорит. Ну я так это понимаю, общаясь с разными экспертами и так далее. Повышая ставки, чтобы показать, ну давай. Ну то есть все понимают, что он, наверное, на кого нападать не хочет, потому что его мало-мало не покажется в ответ. Ведут такие санкции, что экономика России просто рухнет. И правильно сделают. Обязательно. Потому что больного этого маньяка, которому плевать на сотни тысяч жизней, на миллионы жизней, его надо как-то останавливать, если действительно война полномасштабная. Поэтому вот этот весь инструментарий, он готов на случай, если Путин захочет совсем сойти с ума и пойти войной, тогда экономика России, конечно, будет задавлена. Российские граждане, надеюсь, хотя бы в такой ужасный момент поймут, что их президент больной дегенерат, и как-то его уберут, потому что, ну, иначе, так сказать, за свои действия надо отвечать. Значит, еще раз, вот эта кампания, и она привела к тому, что Путину, чтобы хотя бы внутри страны окончательно не потерять лицо, что он такой лох и чмо, ему надо было хоть что-то сделать. И все ожидали, в принципе, что да, он признает независимость ДНР, ЛРНР, которые по факту уже оккупированы, да, и это, собственно, денонсирует, полностью отменяет Минские соглашения, которые для Киева всегда были невыполнимыми, потому что они были, так сказать, подписаны под угрозой автоматов около виска на тот момент, когда не было нормальной армии, тяжелая была ситуация в стране, этим воспользовался Путин, отнял, аннексировал Крым, значит, начал вот эти все дестабилизацию, сепаратизм в Донбассе и так далее. Вот, поэтому сейчас вот такие сценарии, ползучая аннексия, война за другую территорию или просто они признали, значит, в текущих, на момент, вот сейчас, как занятая территория УНР, ДНР, вот такие три варианта. Ну, я надеюсь искренне, что никакой горячей войны сейчас не будет, может быть, они будут, действительно признают целиком, остановятся там, где стоят и будут ползучая аннексия, дальнейший шантаж, постоянная угроза, ну, понятно, не привыкать, в Грузии уже привыкли, сегодня вот Медведев сказал, что в Грузии в восьмом году так сделали, ничего, потом все устанут от этой ситуации. Так нет, Медведев, дегенерат ты, никто не устанет, и грузины, и украинцы, и весь мир, даже включая большое количество россиян, которые хотят правды, хотят развития, хотят демократии, хотят быть честными людьми, тоже не устанут, будут поддерживать Украину, Грузию, территориальную целостность этих стран, Армению, Азербайджан, Казахстан, и так далее. В какой-то момент вы просто уже всех окончательно доведете, все объединятся против вас. Сейчас уже видно, что большая часть стран вокруг России все четко понимает, четко видит угол, который сейчас есть, и делает выводы. Это видно по разным новым союзам, поездкам, визитам, сотрудничествам, и так далее. Поэтому давайте, во-первых, внимательно следить, успокаиваться ни в коем случае нельзя, хотя какой-то плюс сейчас мнимый пока что есть, что отменены эти ужасные минские соглашения для Украины. Это важно, потому что их выполнять было невозможно. Сейчас в новых каких-то форматах надо будет все обсуждать и дальше продвигаться. На территории, когда все равно вернутся, во-первых, Путин сдохнет в какой-то момент, потому что, к нашему счастью, его, наверное, на сожалению, все смертные, он тоже. Ну, так вот, в какой-то момент территории вернутся, граждане вернутся, все заживут нормально, а в России все-таки тоже когда-нибудь, я надеюсь, будет хотя бы чуть-чуть более адекватное правительство. Я вот хотел напомнить, сегодня, недавно было, позавчера, совершенно такое, я с гордостью смотрел, хотя я не гражданин Украины, выступление президента Зеленского на конференции по безопасности, которое было, вот, хочется, я не знаю, какой он во внутренней политике, кто-то в Украине любит, кто-то не любит то, что они делают, но это выступление, за это я просто ему аплодировал, потому что я чувствовал гордость. Так вот, как россиянин, я хочу однажды чувствовать не стыд и отвращение, когда я, вот, как сегодня, когда я слушал Путина, а гордость за своего президента, за то, что он говорит, вот, как было, например, с Зеленским на конференции в Мюнхене по безопасности. Вот, поэтому, сейчас ситуация развивается так, будем следить дальше, не дай бог война, надеюсь, что нет, в крайнем случае, там, ползучая, аннексия и так далее, украинцы справятся, грузины справятся с помощью западов, Турции, Азербайджана, региональных стран, все как-то будут объединяться, я уверен, это главное, что мы сейчас должны делать вокруг России, двигаться в сторону полного, так сказать, закрытия между собой всех вопросов, объединения и защиты друг друга, потому что иначе судьба оккупации, войн ждет каждого, он не успокоится, вы слышали сегодня его речь, ему вообще наплевать, Украина там это, или какая-то другая страна, он считает все эти страны своими, ему наплевать, поэтому, если вы не хотите в какой-то момент проснуться под чужим сапогом на голове солдатским, значит, срочно всем успокаиваться, брать курс на нормализацию отношений всех между всеми вокруг России и максимального, так сказать, единения и попытки защиты наших стран, суверенитета будущего, жизни, детей и так далее. Делитесь видео, ставьте лайки, спасибо, и давайте следить внимательно, что происходит. Слава Украине, героям слава, и слава Грузии тоже, потому что, ну, Грузия тоже первая отстаивала свой суверенитет против России, продолжает это делать до сих пор, ну, и всем соседям, ребята, держитесь, давайте вместе, давайте отстаивать свободу. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!